Начиная от мельчайших деталей, я заканчиваю, значит, всеми глобальными вопросами, которые влияют на жизнедеятельность региона в целом. Ну, то вон я уже не могу не брать. Да, Александр Витальевич, я слушаю. Слаженная работа команды, каждая на своем месте, она супер важна. И более того, каждый на своем месте по-особому ценят. Я являюсь первым заместителем губернатора Архангельской области. Начиная от водителя, который каждый день тебя возит по служебным делам и живет в очень тяжелом графике. Постоянно на телефоне, все с телефоном, и спишь, и ешь, и все включено. Даже когда у ребенка выходной? Да даже в отпуск. Заканчивая, не знаю, службой протокола, которая заранее там выезжает. Материться очень хочется, но я не буду. Это же с организационной точки зрения большое количество людей надо, чтобы все съездили, там, трясливые министры по своим направлениям, чтобы все отработали, чтобы все мнения собрали, чтобы все поручения точным образом, соответственно, ничего не забыли после этих командировок. Перед любым визитом составляется подробная программа посещения, прорабатываются маршруты, логистика движения, собираются информационные справки к каждому визиту. Совершается предварительный выезд на территорию, затем осуществляется непосредственно сам маршрут на территории муниципального образования. Это круглосуточная практически работа с первым лицом. По окончанию всего этого составляем перечень поручений по итоговым визитам и направляем его для дальнейшего исполнения в исполнительные органы. Абсолютно никаких стереотипов нет у Александра Витальевича с точки зрения общения с различными группами населения, с различными отраслевыми сообществами, общественными организациями. Какая будет концепция этих данных? Это гостевые данные. А можно? Да. Давайте мы с этого помещения начнем. Вы здесь лечитесь? Да, лечитесь. Ну как? Вас вылечили? Поллектив замечательный, работники хорошо приткнутся, так приткнутся. Угу. Да, условия-то, конечно, не очень. Договорились? Конечно. Все, спасибо. Спасибо вам. У вас замечательное предприятие. И вот тут у вас, могу сказать, самый красивый цех из всех, на которых я... Который постарше? А вы 500 лет. 500 лет в том году, да, праздновали. И главы муниципальных образований отмечают то, что это нестандартный подход, это неформальное какое-то посещение территории. Это то, что касается туда проникновения, значит, и понимания, как каждая отдельная территория в Архангельской области живет. У нас должно быть консолидировано общее понимание, как мы развиваем регион, а дальше понятно, что у каждого у нас есть какие-то нюансы, свое видение. Вы же и рабочий лексар создадите здесь? Луга, лексар, да. Практически 97%. Позволили закончить пятницу, но в погоноте не надо. Я думаю, что в следующей пятнице полностью готовы к крыше. Проблемы начинаем с пятницы и до конца у нас все равно сделано. Он на себе показывает, как нужно относиться к тому участку работы, который поручен, за который отвечаешь. А вот мы ездили когда в Красноборы. Там был водитель, вот напарник, его вызвали, он сел на эту, были как раз на той машине, та сломалась. Попробовали там устранить причину, но там ремонтная база не такая, как в Архангельске, пришлось на эвакуаторе. У меня-то решение сразу доложить, неисправность, я уже руководитель Александр Витальевич принял решение ехать на другой машине. Пересел спокойно на машину, на другую, замок. Нужно постоянно быть на подхвате, да? Ну да, да, да. Средний день рабочий, сколько пенсионер по времени? 12 минимум часов. Да ладно? Да. Поражаюсь просто выносливостью, способностями. Вот Александр Витальевич, а как... У нас еще есть какие-то моменты, что отдохнуть можем, а у него уже отдохнуть он совсем не может. Это 5 месяцев просто работы нон-стопом. Без отдыха, без встречи с друзьями, практически без общения с семьей нормального. Это работа очень интенсивная, требующая невероятных физических и моральных усилий, умственного труда сумасшедшего. Я даже не знаю, как это описать, но это тяжелый труд. Темп работы, который мы вот в предыдущие 4 месяца все получили, благодаря вот той активности, которую по входу в регион и по входу в ситуацию задал Александр Витальевич, но это дорогого стоит. И точно, что вот с утра и до позднего-позднего вечера, это вот точно-точно работа, работа и работа. Поэтому здесь он, как управленец, я абсолютно уверен, что вот такой стиль и подход к работе – это та модель, которая, значит, сегодня вот нужна. Конечно, там команда, которая работает непосредственно с тобой, вот как часть управленческой команды, такой уже, так сказать, верхнего уровня, это тоже значительным образом понятно, что если они не будут разделять то, что ты говоришь, и будут иметь свою точку зрения, то дальше любые твои самые хорошие инициативы будут тонуть. Я в этом смысле, там, довольно могу выделить, там, представитель правительства, да, Суфин, ну, человек, который, там, на мой взгляд, глубочайшим образом разбирается во всех вопросах региона. И для меня, на самом деле, этого откровенно там не хочу перехвалить, да, но для меня это большая поддержка, что я здесь такого человека встретил, который меня довольно быстро, очень профессионально и в деталях погружает практически в любые вопросы, которые меня интересуют, которые входят в сферу ведения правительства. Безусловно, он уже имел опыт руководства региона, первые несколько дней все министры основные были заслушаны, крайне серьезно поменялся стиль его управления с точки зрения проведения всех совещаний. Большинство моментов времени, когда начинались ненужные подходы или там ненужные заключения, все это прерывалось и вот абсолютно конкретные, значит, вопросы задавались. Некоторых, я скажу, даже это заставало врасплох. Сегодня обсуждаем вопрос, так вот, с точки зрения организации, как правильно нам процесс... Контроль вы должны обеспечить каждый день и думать об этом. Более того, вторым, должны думать, где найти деньги на то, чтобы содержание качественно делать. Ну, это нижний слой, да, асфальт? Да, да, первый, да. А я не пойму, где дренажные выходы для воды? Проект, к сожалению, не принципи. Ну и что, у меня здесь лужи будут стоять? Ну, предусматривайте сейчас. А как вы будете? Ну, смотрите, сейчас положите в верхнюю слой. Смотрите, даже сейчас, мы прошли сколько луж. Ну, думайте, делайте вы этого бордюрного камня. И какие дренажные уходы надо делать. Смотрите за качеством. Некачественные не примем. Хорошо, понял. Собирайтесь кого-то из местных кадров подтягивать. Было бы замечательно, если бы команда собралась из местных, и я точно буду в этом смысле делать приоритет. Но основное, что меня волнует, это профессионализм и желание работать. Поэтому мы будем исходить исключительно. Я буду исходить из этих качеств, когда буду подбирать команду. Вот эти 3-4 месяца, ну, у многих из нас, значит, выработало в хорошем смысле иммунитеты. Мы готовимся именно вот по такому формату к тому, чтобы проводить совещания и очные, и дистанционные, и оперативные. Вот именно тогда, 3-го числа, уже я видел, что и в глазах, и в всех дальнейших движениях у Александра Витальевича уже нашло отражение. Буквально там в первые несколько дней, безусловно, влился и продолжает погружаться. И вот такой глубины погружения, ну, только завидовать по-хорошему, значит, можно, когда человек вот столько времени уделяет тому, чтобы до мельчайших подробностей этому уделять внимание, да по-другому и быть не может. В трех словах можно как-то описать Александра Витальевича как пассажира? Очень комфортный пассажир. Просит музыку куда-нибудь включать? Радио Джаз, если и в основном Канал 24, Россия. Александр Витальевич мотивирует меня к интенсивной работе, мне очень страшно его подвести. Он строгий? Ну, я бы не сказала, что он строгий, он предъявляет высокие требования к себе и к людям, которые его окружают. Стиль управления и стиль погружения в информацию, ну, абсолютно точно импонирует, не приемлется. Никакие, значит, проявления некомпетентности, слабая погруженность в материал, никакие причины вот этого, значит, ни субъективные, ни объективные вообще не воспринимаются. Я его понимаю, я его слышу. Мне кажется, я считываю его настроение, его реакцию на те или иные слова подчиненных и окружающих его людей. Уже по эмоциям иногда можно заметить, когда он не удовлетворен работой чьи-то. Вы сразу читаете, да? Я уже читаю. Уже читаете? Что пора. Мне так кажется, что этот коннект есть. Не знаю, может, у Александра Ильича другое мнение. Но мне кажется, что пока коннект достигнут. Как житель Архангельска, мне очень нравится та работа, которую сейчас Александр Ильич проводит в городе. Я очень рада, что рядом с моим домом начались ремонтные работы. Ты говоришь, что вы там живете? Нет, я думаю, что он не знает, что я там живу. Но, тем не менее, очень заметен его хозяйский подход к территории. И видно, что он большое внимание уделяет именно обустройству города Архангельска. Поэтому, да, я результаты вижу. Я думаю, что перспективы у начатых проектов очень хорошие. С самого первого дня в публичной плоскости он там прямо сказал, что да, он здесь в этом регионе оказался впервые. Людям понятно, что человек настроен на результат, на позитив, что он настроен на развитие региона. И вот то, что это такой хороший сегодня получается с точки зрения его предыдущего опыта 7+. Я, безусловно, уверен, что здесь Архангельская область, как территория Арктической зоны Российской Федерации, много приобрела с его здесь появлением. Один человек, даже самый умный, талантливый и креативный, не сможет сделать ничего, если не будет команды, которая будет полностью разделять твои принципы, твои подходы к делу и твои цели и приоритеты в работе. Это самое важное, что вообще может быть в служебных делах.